Всем привет, с вами Иван Романовский и это Академия Deluxe Music. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно оборудовать домашнюю студию и как правильно организовать пространство, подключать оборудование, какое оборудование выбрать. И начнем мы с организации пространства. Может быть у некоторых из вас есть возможность снимать специальную студию, записывать композиции в ней. Как правило, у начинающих музыкантов не всегда есть такая возможность и иногда приходится работать в домашних условиях, в спальне, в каких-то жилых помещениях. В этом случае возникают вопросы с акустическим резонансом. Если у вас подобного рода проблемы, то давайте разберем их и рассмотрим, как их разрешить. В первую очередь нужно правильно расположить колонки. Колонки должны по отношению к слушателю находиться равномерно, чтобы слушатель находился прямо по центру. Нежелательно колонки ставить в угол. Углы обычно создают акустические резонансы, гул и низкие частоты создают много массивного мощного звучания. Для этого иногда в угол можно поставить басовые ловушки, как, например, в этой студии у нас расположены. Или купить акустический поролон и расположить специальные акустические ловушки для того, чтобы ваши колонки не заводились в углах. Нежелательно также располагать колонки близко к стене, потому что от стены тоже идет отражение и сразу же вы слышите отраженный сигнал тоже вместе с вашим сигналом, который поступает из колонок. Желательно, конечно, располагать колонки подальше от стены на стойках и на уровне ваших ушей, так чтобы вы слышали все частоты равномерно. В этом случае будет более ясная и правильная картинка. Иногда звук выходит из колонок и отражается от задней стены и возвращается назад, и когда встречается сам с собой, то возникают разные фазовые искажения, взаимоуничтожения и тому подобное. То есть в этих случаях тоже возникает проблема резонанса, и ее тоже лучше исключить. Сзади, за колонками, нужно располагать акустический поролон. Акустический поролон можно найти в интернете в разных формах и возможностях и приклеить на разные части стен, а также все ваши углы изолировать от резонансных частот. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это как правильно выбрать компьютер. Какой компьютер выбрать, зависит от ваших возможностей по бюджету. Есть Mac, есть PC, в зависимости от ваших потребностей вы выбираете себе процессор, оперативную память и жесткий диск. Процессор влияет на работоспособность программы и какое количество плагинов вы можете загрузить одновременно в проект. И обработка этих плагинов, это все зависит от вашего процессора, поэтому ориентируясь на процессор, конечно, нужно выбирать побыстрее. Оперативная память влияет на количество сэмплов, которые вы можете загрузить и одновременно использовать в программе. Есть такие плагины, например, как Complete 5 или Reactor 6, которые загружают сэмплы в оперативную память. И если вы пользуетесь подобными плагинами, то вам, конечно, понадобится побольше оперативной памяти. 8 гигабайт это все-таки минимальный порог, желательно, конечно, если у вас будет больше, а то и больше 16 гигабайт оперативной памяти, тогда работать с программами будет легче. Также вопрос свободного пространства, жесткий диск, можно использовать SSD диски, можно использовать стандартные жесткие диски, желательно, если они у вас будут размером от 1 терабайта. Преимущество SSD заключается в том, что он гораздо быстрее работает и быстрее обменивается информацией с вашей программой. Если вы загружаете сэмплы или записываете аудио, то это будет происходить гораздо оперативнее. По поводу ценника за компьютеры, при выборе компьютера, конечно, все зависит от фирмы, Mac или PC, а также стационарный компьютер или ноутбук. Если это ноутбук, то цена будет гораздо дороже, от 40 и выше тысяч рублей. В этом случае вам удобно будет пользоваться компьютером в путешествии, писать музыку, может быть, вместе с собой, под рукой. В некоторых случаях, может быть, выступать вживую, если вы предпочитаете на будущее покупать оборудование и думаете, что в будущем вы будете выступать как диджей или музыкант, то лучше, конечно, будет выбор это Macbook Pro. Если говорить о Pro iMac, то это от 70 тысяч рублей, если стандартный какой-нибудь профессиональный современный компьютер, PC, то это от 50 тысяч рублей. Средний ценовой диапазон. Следующий вопрос это Digital Audio Workstation или DAO. Музыкальная программа или по-другому секвенсор, в который вы будете писать вашу музыку. Есть разные программы, такие как Fruity Loops, Ableton Live, Cubase, Logic, Pro Tools, Bitwig и тому подобное. В зависимости от вашей задачи или по вкусу вы выбираете себе программу. В основном они все приблизительно одинаковые, в каждую программу можно загрузить дополнительные инструменты в формате VST. В этом формате вы можете в любую программу загрузить плагины и использовать их. Все программы практически одинаково внешне выглядят, вы начинаете с самого начала и пишете композицию на определенном поле. Я для себя выбрал больше Ableton Live, потому что в Ableton Live есть еще другой режим. В режиме сессии вы можете воспроизводить ваши клипы и играть это все, выступать вживую. То есть в зависимости от тех задач, которые вы перед собой ставите, вы выбираете программу. В основном стоимость программ на рынке сейчас около 400-500 евро за программу и выше. Не всегда есть возможность, особенно у русских музыкантов, пользоваться подобными программами. Если что, вы на некоторых сайтах музыкальных найдете пробный период использования программы на несколько дней. Например, Ableton Live предлагает 30-дневный пробный период. Вы можете загрузить и попробовать. Некоторые студенты, я замечаю, пользуются пиратскими версиями. Я сам предпочитаю пользоваться лицензионными версиями и использовать больше полной возможности программы. Но все зависит от вашего бюджета. Не все могут себе позволить с самого начала программу за 500 долларов. Следующий вопрос это аудио интерфейс или аудиокарты, которые вы можете себе позволить, опять же, по бюджету. Средний чек это в районе 30 тысяч и выше. Есть дешевле, есть дороже карты. И сфер можно отметить такие, как Focusrite, Universal Audio, Native Instruments, Steinberg и тому подобное. При выборе карты зависит все от количества входящих инструментов, от интерфейса аудиокарты, от возможности управлять разными параметрами. В этой студии мы используем Universal Audio Apollo Twin MK2. Карточка оснащена большим количеством входов и выходов. Это два входа микрофона, один вход для записи любых инструментов. В данном случае значок гитары показан. Вы можете подключать любой инструмент. Несколько аудиовыходов. Вы можете подключать две пары колонок, например, дальнего диапазона и ближнего диапазона колонки. Обычно варианты подключения у аудиокарт через Thunderbolt, через Firewire или USB. В данном случае этот Thunderbolt. Кроме этого, здесь карта оснащена возможностью слушать в наушниках ваш входящий сигнал. Ручкой громкости и в возможности контролировать входящий сигнал. Вы можете понижать входящие частоты, срезать низкие частоты. Вы можете понизить уровень громкости всего вашего проекта, сделать его потише. Вы можете подключить преамп, то есть усиление на микрофон, для того, чтобы микрофон записывался более ярко и громко. Для таких вариантов, как конденсаторный микрофон. Вы можете также говорить через это устройство с вокалистом, напрямую передавать ему какие-то слова, если у вас идет плотная работа с вокалом. Ну и также переключаться на монитор или наушники и контролировать уровни входящего или выходящего сигнала. Цена такой карты в районе 80 тысяч рублей. Бывают более дешевые карты. Это все-таки карта среднего диапазона. Все в картах зависит от того, какие используются внутренние конвертеры. Если вы используете больше внешние инструменты, аналоговые синтезаторы или инструменты записываете в живую гитару или, например, вокал, то ваш звук из аудио преобразуется в цифровой сигнал, в однерочки и нолики. И вот при преобразовании зависит от того, какие внутренние конвертеры используются. И чем дороже они, чем качественнее, тем лучше звук, тем качественнее сам сигнал и ярче. Меньше шума, а также больше динамический диапазон частот. Это зависит от той карточки, которую вы выбираете. Если говорить про более дешевые варианты, то можно рассмотреть, например, Focusrite или Native Instrument Complete. Здесь тоже есть варианты подключения, может быть, где-то меньше или где-то больше вариантов подключения по входящим инструментам или микрофонам. Здесь есть вариант подключения MIDI в таком старом, олдскульном варианте, 5-диновый штекер. Также она оснащена тоже ручкой громкости и возможности подключить два микрофона или два инструмента входящих. Дешевые аудиокарты можно купить в районе 10 тысяч рублей, средний чек рекомендую выбирать карты в районе 30 тысяч рублей, от 30 и выше уже по вашим возможностям. При выборе карты в программе меняется возможность сэмплировать ваши инструменты в более глубоком динамическом диапазоне. От этого зависит, насколько больше частот низких у вас будет присутствовать в сэмпле и насколько качественнее ваши сэмплы будут звучать. А также некоторые карты, такие как Universal Audio, могут использовать плагины и обрабатывать их вне процессора, тем самым облегчая работу вашей программы и процессора компьютера. Если вам не потребуется большое количество входов, а от этого зависит ценник напрямую, то можно купить карточки с меньшим количеством входов-выходов и тогда бюджет такой карты будет, конечно, гораздо меньше. В некоторых случаях при выборе карты нужно понимать, какой у вас микрофон. Если это конденсаторный микрофон, то ему необходимо фантомное питание. И тогда нужно искать те карточки, которые дают фантомное питание вашему микрофону и обеспечивают его работу. Один из важных вопросов при оборудовании домашней студии – это выбор мониторных колонок. Некоторые музыканты при покупке оборудования покупают дорогой компьютер, покупают дорогую аудиокарту, на мониторах решают сэкономить. Я бы не советовал так поступать. Все-таки лучший способ – это не экономить на колонках. Пускай у вас будет слабенький компьютер и, может быть, не такая хорошая аудиокарта, но ваши колонки обеспечивают более четкое воспроизведение звука в реальном времени. То есть они дают вам больше правды в звуке и вы ориентируетесь, куда вы направляете ваш сигнал. Правильно вы пишете или его стоит почистить, или его стоит сделать ярче или громче. Мониторный звук – это, я бы сказал, около 80% успеха при написании композиций, потому что вы не будете лишний раз проверять на разных устройствах. Это не беда, если у вас нет возможности купить мониторные колонки. Иногда музыканты пользуются и колонками дешевле. Ценовой диапазон, например, вот этих колонок КРК – рокеты от 10 тысяч и выше. Если говорить про самые известные и популярные фирмы, то стоит отметить такие, как Адам, Динаудио, Джинни Леки. В данном случае у нас они предоставлены. Эта ценовая категория уже выше 50 тысяч рублей от 50 и выше. Если говорить про дешевые варианты, то это КРК, Ямаха. Если у вас нет возможности купить колонки подобных категорий, то можно воспользоваться более дешевыми вариантами. Можно писать и на микролабах. Но в этом случае вам придется постоянно проверять ваши композиции на других устройствах. В лучшем случае, если у вас будет минимум 5 устройств для корректировки вашего звука. То есть вы будете проверять на некоторых устройствах, таких как плеер, машина, лучше какой-нибудь магнитофон или бумбокс. Последний, но и самый важный вариант проверки, это все-таки акустическая система какого-нибудь заведения, типа ночного клуба или бара. В этом случае вы слышите очень громко и все детали проверяете на 100%. Иногда можно писать, особенно первое время, приходится часто писать в наушниках и ориентироваться по звуку. Или может быть где-то в ночное время, чтобы не беспокоить соседей или своих близких. Можно писать и в наушниках, но для этого вам придется корректировать баланс уровня громкости на мониторных колонках. Желательно проверять хотя бы на каких-то даже самых дешевых колонках. Есть примеры успешных музыкантов, которые начинали свое творчество и писали суперхиты на микролабах или свенах и тому подобное. Микролабы это один из вариантов бюджетной студии. Если у вас нет возможности купить профессиональные студийные мониторные колонки, то можно воспользоваться такими фирмами, как микролаб или подобными им. При выборе колонок бывают активные, бывают пассивные. Активные колонки уже содержат внутри усиление звука. Пассивные колонки требуют дополнительного усиления звука в виде усилителя и их нужно подключать через усилитель. При выборе колонок важно учесть, в каком месте находится еще диффузор выхода частот, низких частот. И если он находится сзади и вы колонки ставите ближе к стене, то низкие частоты, выходя из колонки, сразу же резонируют, отражаются от стены и создают некомфортное звучание. Если диффузор находится спереди колонки, то таким образом колонка начинает подавать сигнал в слушателе. Ценовой разброс начинается от 10 до 30, это бюджетные варианты профессионального студийного звука. От 30 до 50 до 70 тысяч, это вариант среднего диапазона цен. И от 70 тысяч и выше. Чем отличаются колонки, например, за 500 тысяч рублей, в отличие от других вариантов? Тем, что они содержат в себе уже некоторые нюансы, которые компенсируют недостатки вашего помещения. Например, вот колонки Genelec. Я в домашней своей студии использую их чаще всего, потому что они сделаны из титана и они обтекаемой формы, не вот такие вот четкие, квадратные. Обтекаемая форма дает возможность убрать все лишние резонансы, которые могут отражаться от ближайших стен. И тем образом звук становится менее резонирующий, и вы слышите более чисто то, что у вас звучит в программе, а не так, как у вас звучит помещение. При подключении колонок к аудиокарте вы можете покупать дорогие провода или более дешевые варианты. Сильно большой разницы от этого не заметите, но срок службы у дорогих проводов гораздо больше, поэтому многие рекомендуют покупать дорогие провода. Теперь давайте перейдем к MIDI-контроллерам. MIDI-контроллеры это устройства, которые управляют вашей программой, внутренними синтезаторами и тому подобным. Они создают ноты в вашей программе. Вы, конечно, можете создавать ноты, рисуя их простой мышкой и прям в MIDI-клипе, создавая разные ноты. Можно наигрывать их вживую и на MIDI-контроллере. Вариант подключения MIDI-контроллера обычно через FireWire или через USB. И в этом случае очень удобно, можете менять устройство в своей студии. Самые дешевые контроллеры, например, такие, как вот этот вот маленький Akai, стоят в районе 5000 рублей. Если взять более дорогие, с большим количеством клавиш, как вот EMU X-Board 49, здесь 49 клавиш. Четыре октавы дают вам возможность играть в две руки. Если вы хотите более сложные мелодии, то советую вам выбрать четырехоктавный, минимум четырехоктавный инструмент. А также при выборе контроллера все зависит от количества дополнительных ручек и фейдеров, которые присутствуют, или падов, которые присутствуют на контроллере. Ручками вы можете управлять различными параметрами, таким как фильтрация, автоматизация, модуляция разных параметров. И очень хорошо их можете присваивать к виртуальному инструменту. А также можете пользоваться различными кнопками для включения функций или выключения. Либо пэдами наигрывать в драмреке и подобных инструментах. Либо фейдерами выводить уровень громкости в разных программах. Если вы хотите для живых выступлений использовать контроллер, то для этого вам посоветую такие фирмы, как Akai, Novation. Либо созданные специально для Ableton Live, Ableton Push. Сейчас есть вторая версия. Также есть машин и тому подобные. Разные инструменты от разных фирм. По цене давайте еще раз пробежимся. Самые дешевые от 5000 рублей. Подороже это в районе от 10 до 20 тысяч рублей. И есть специальные станции, MIDI-контроллеры, в которые содержат в себе большое количество параметров от 30 тысяч рублей и выше. В этой студии у нас есть Cort Mini-Lock. Это уже аналоговый синтезатор. Он может использоваться как контроллер, но в основном его функция извлечения звука уже из этого устройства. И здесь вы видите, много параметров управляется уже сверху резисторами. Либо кнопками, ручками, переключателями. Либо небольшая клавиатура присутствует ниже. Это устройство стоит около 40 тысяч рублей. И это уже полноценный синтезатор. Внешний аналоговый синтезатор. Ну и немаловажный акцент нужно поставить на микрофоны. И те устройства, с помощью которых вы можете записывать ваших вокалистов. Или какие-то дополнительные инструменты. Перкуссионные инструменты или там подобное. При выборе микрофона советую вам ориентироваться на конденсаторные микрофоны. Такие фирмы, как Shure, Rode от 15 тысяч и выше. Если вы хотите более профессиональный уровень от 50 и выше тысяч, то это можно рассмотреть. Такие фирмы, как Newman. При подключении конденсаторных микрофонов, конечно, стоит учитывать, что в вашей аудиокарте должно присутствовать предусиление, которое обеспечивает работу этих микрофонов. Вот, пожалуй, и все нюансы, которые стоит учесть при оборудовании домашней студии, в домашних условиях, при работе с профессиональной акустикой, либо с бюджетными вариантами, которыми вы можете воспользоваться в домашних условиях. Спасибо за внимание. С вами был Иван Романовский и это Академия Deluxe Music.